В администрации муниципалитета состоялось 26-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского района. Началось заседание, как это нередко бывает, с поздравлений. Глава городского поселения Горки-Ленинский Наталья Комалихина несколько дней назад отметила день рождения. После чего депутаты перешли к рассмотрению вопросов повестки заседания. Заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов озвучил вопрос о передаче помещений, занимаемых полицейскими подразделениями, в государственную собственность. Площадь помещения 228,1 квадратных метров расположена по адресу город Видный, проспект Ленинского Комсомола, дом 32, дробь 56. Данное обращение поступило в соответствии с законом о полиции. Кроме этого, Сергей Гаврилов рассказал подробности пункта повестки о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории муниципального образования сельского поселения Развилковская. Проект был рассмотрен на заседании городсовета Московской области от 25 декабря 2018 года, где было принято положительное решение о его направлении представительным органам местного самоуправления для принятия решения об утверждении. По данному проекту были проведены общественные обсуждения. По обоим вопросам депутатами было принято положительное решение. Также на заседании был заслушан отчет начальника УМВД России по Ленинскому району Олега Адама по итогам работы за 2018 год. Полицейский доложил, что в прошедшем году на территории района преступность снизилась более чем на 30%, а раскрываемость преступлений увеличилась на 15%. Снижение преступности произошло по таким видам преступления, как убийство, разбой, почти в два раза грабежи, в целом кражи, причем кражи как из квартир и домов граждан, так и краж автомашин. После отчета многие депутаты высказали свои пожелания наладить более активную работу участковых полицейских. А присутствующий на заседании глава муниципалитета Валерий Венцель поблагодарил начальника УМВД России по Ленинскому району за проделанную работу. В конце заседания депутаты приняли решение назначить слушание отчета главы Ленинского района за 2018 год на 27 февраля.